В Башкирии новогодние каникулы будут трезвыми, но только в определенные дни. Депутаты Курултая разработали законопроект, который ограничит продажу алкоголя в предстоящие праздники. Ради Хабиру назвали датой, когда будет действовать запрет. По-разному подходили к этому вопросу, но остановились на таком варианте. Первого, второго, соответственно, это праздники, мы не ограничиваем ничего. Третье, делаем перерыв. Вообще алкоголь не продается в республике. И четвертого, пятого, шестого он продается с десяти до четырнадцати. Только первую половину дня. Соответственно, седьмого, восьмого в обычном режиме. Кто будет заниматься этим? Увеличить в это время число контроля над нелегальной продажей алкоголя. Подключайте глав сельских советов, потому что в деревнях начнется продажа, когда магазины будут закрыты или ограничено время. И правоохранительные органы должны это внимательно смотреть. Потому что совершенно точно, вот совершенно точно пойдет пик продажи нелегального алкоголя, суррогаты, не дай бог, и так далее. Это вот как раз третье, четвертое, пятое, шестое. Тогда, когда мы будем регулировать. А вот наша задача с этой стороны удавить эту всю историю. Ограничения планируется вести для снижения негативных последствий после употребления алкоголя. Ранее глава Башкирии высказался, что на фоне пьянства в новогодние каникулы ухудшается криминальная обстановка. Как показывает анализ прошлого года, основные все истории случаются. У нас пожары, пьяные всякие казусы случаются как раз в районе четвертого-пятого, когда длинная линейка беспробудная, она приводит к таким последствиям. Еще одно нововведение предстоящего праздника – это пиксельные елки. На центральных площадях девяти городов Башкирии вместо натуральной лесной красавицы установят ее искусственную сестру. Конструкция будет состоять из каркаса и световых пиксельных модулей. Самую высокую елку поставят в Уфе около конгресс-хола Таратау. Елки эти красивые, насколько я понимаю, которые мы, их никогда не было в республике, и мы это делаем. И они, по-моему, то есть демонтируются и потом на следующий год точно так же. Поэтому очень внимательно надо смотреть, чтобы демонтаж был правильно осуществлен, чтобы там и хранение, чтобы мы не потеряли к следующему году. Это дорогое довольно удовольствие. Всего к Новому году в Башкирии установят 1800 елок, почти 1100 ледовых городков и более 550 катков. Города также украсят цветовыми фигурами и праздничной иллюминацией. Все должно быть готово к 10 декабря. А самый лучший ледовый городок может выиграть полмиллиона рублей. Для этого каждому муниципалитету нужно заявиться в конкурсе. Муниципалитеты разбиты на две категории – городские округа и городские поселения, сельские поселения. Размер призового фонда в каждой категории составляет по 850 тысяч рублей. Так, за первое место победитель получит 500 тысяч рублей, за второе – 200, за третье – 150. По условиям конкурса денежная премия должна быть направлена на благоустройство муниципального образования. В правительстве республики обещают, что предстоящие праздники будут насыщены культурными и спортивными мероприятиями. Все они войдут в новогодний календарь Башкирии. Он размещен на сайте kulturarb.ru. Здесь можно узнать о месте и времени проводимых мероприятий.